всем привет воскресный вечер ноябрь здесь вроде минусовая погода периодически ночами бывают а вот полу солнце не солнышко цветочки еще вот такие живо что я руля магазин магазин мы идем в магазин у нас сегодня такая передышка небольшая мы два дня занимались только с тренером все так что завтра понедельник за транс последний начинает продавая неделя в лучке чуму там яре захотелось вот туда сейчас холодно я не очень хочется знать дочь мне очень хочется верить что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять вот видишь как пошли слюни хорошо и тихо яры еще давай 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 хорошо выше выше голову хорошо хорошо 10 выше 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 яры выше 11 еще выше давай давай еще 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 чуть-чуть осталось 12 давай еще и точно поедешь через недельку уже будешь ехать к папе на день рождения давай еще 8 ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка о ничего себе я же тебе сказал давай последний раз красиво так еще пока поднимай руки руки держим руки держим куда они у тебя полетели яры куда летят руки сейчас печатаешь всем добрый день сегодня у нас блока такой вот для утра день даже уже как бы четыре часа по 5 погода сегодня классная понедельник ох мы уже две недели без гипсов мы на таком активном то становление но ярослав со вчерашнего вечера не знаю то ли устал то ли опять что-то какой-то очередной потому что сейчас он хорошо на тренировке у него так очень хорошо неплохо все получается тренировки не снимала пока потом ну как бы есть такие моменты которые я снимаю но в основном там надо пока еще помогать и поэтому получается так очень-то короче и не получается чтобы снять поэтому но при всем условии что он на тренировках стало хорошо тренироваться он стал дома зажигать второй день быстрее всего от того что я говорю да вот на она все-таки это большая усталость то есть пока сейчас мы только так это и какой-то очередной потому что с нужным очередной выходить на ли цветок ходьбе от усталости яру несет поэтому даже сегодня вот утром не снимали на тренировке тоже повозмущался по скандалил капюшон все падает от коляски погода с ним было с утра как шикарная наши пока занятия дома продолжаются тренировки то есть как бы дополнительно это значит надо разгибать тренировать и я должна . ручера утяжелители ставить на это лучше быть сегодня вот мы вечером еще раз повторим получается мы сегодня пришли с тренировки там он накричался на основном тренировки но я глюда потом и ползать дома ползать отказался я не знаю почему каким причинам разревелся опять вчера вечером опять разревелся потому что у нас сейчас основное это надо работать стоя занятие с руками ходьба разгибатели на животе разгибатели чтобы тоже ноги работать вот когда ярослав начинается так вот это я тоже ухожу в такое вот депрессивно настрой как бы я не могу понять ну как бы я тут понимаю но вроде хочется все равно хочется он устал ему хочется домой заниматься совсем не хочется а это надо надо восстановиться чтобы двигаться дальше просто как бы использовать то ползание тоже мы никак пока не освоим ну как бы там поздно сейчас другой совсем по-другому надо ползать вот так что если интересно то мысль уходит короче говоря не могу сосредоточиться все хочется сказать в итоге получается сейчас у нас лучики надежда осталось пока массаж не массаж лпк если сегодня ярослав очень классное упражнение сделал я их поставлю сейчас стал выполнять но он разряд лучше то есть который в гипсах он их вообще не делать не делал вот и логопед у нас пока продолжается потому что мы решили всю моторику всю сторону то что очень много все по финансам но как бы остановились на том что все-таки сейчас нужнее вот это язык растяжка языка поэтому мы с ней занимаемся основное остальное это я сама готовить чтобы кушать я пока не снимала не отснимала отдельно видео по влагопедии это я все еще сделаю как бы я это помню не сам галшу еще время хватило потому что часто просто не хватает из-за такой да вот очень напряженного просит уже думаешь и дует поэтому запишу расскажу объясню и вечером сейчас мы придем покушаем вот уже пол пятого ярослав еще даже не обедал позавтракали мы ушли вот и мы значит я когда придем я в конце поставлю упражнение которые нам надо заниматься которые мы занимаемся ежедневно вот сегодня я просто их сниму постараюсь по крайней мере просто нету подставки и невозможно немножко там в общем то это все сделать на основных тренировки у нас уже вышло тот же опять он же уже приседать уже приседать даже не на мече а без меча и сегодня были боковые выпады первый раз с моей помощью я рано орался но он орет потому что не от боли колени у него не болят колени мы кстати классные витамины которые так понимаю восстанавливают эти все болевые ощущения восстанавливают его нервные окончания и и в принципе очень легко и хорошо вышел с этого всего вот но у нас морем просто потому что мы не хотим как бы нам вот опять уровень не ухода типа как он все объяснил что он не хочет делать потому что его болит лицо вот так вот приседать я понимаю что он уже устал и сама устала уже ровно два месяца даже третий месяц пошел как мы здесь находимся как ярослав занимается ежедневно скажет что и нужны перерывы я понимаю что как бы могут нужны перерывы но у часа у т.к. это не такая поверьте большая нагрузка для ребенка в принципе восьми лет который должен постоянно бегать целыми днями прыгать на какие-то соревнования какие-то кружки ходить поэтому как бы бывают форс-мажоры которые когда принципе по необходимости так и так пропускаешь то есть переезд там еще что-то неплохое самочувствие или куда-то что-то какие-то надо поэтому в принципе то что мы занимаемся без практически без перерыва я не считаю что это принципе для него такая прям большая огромная нагрузка лучики мы занимаемся уже последнюю неделю до пятницы мы занимаемся в таком же режиме вот логопед и лпк нам придется пока остановиться потому что увы на все повторю наверно как бы финансов дополнительных мы пока не нашли на все нам не хватает поэтому пока выбираем основной лфк так как нам надо восстановить именно этот человек этот тренер знает как как выйти на то что мы сейчас имеем подведя итоги скажу что в принципе ярослав сейчас выходит на однофазную ходьбу то есть как бы сделал опору перенес тел вес тела центр тяжести и поставил вторую ногу опять перенос веса тяжести это центр тяжести но язык заговаривают вот и как бы опять сделал следующий шаг с прямой прямой спиной как мы включили трех туторах это рано руках на ногах потому что колени пока еще слабые они сгибаются чтобы вот пока на этом на ходьбе их не травмировать ну и чтобы опять не было этого неправильного стереотипа и и продолжаем укреплять решать проблемы нашей пояснице без которой принципе спина это наш низ ну а возможности ярослава вы уже наверно так так заметили обратили внимание что у него лучше вытянул спина выпрямилась вытянулся позвоночник него стал лучше контролем стал руками больше работать спинем пришли домой дождь ухомячит он прилип нера конфету хомячит да капюшон опять так что мы заходим а я расчета я как-то совсем устала совсем тяжко что там у нас ты я ведь день моем а я хочу на мой взрыве а не а а а а и а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и на одной ноге, и поэтому вот ему попробовали, я смотрю, вот видите, то есть как бы он уже получилось, и причем что он ползает на сейчас на разряд лучше, то есть если кто-то реально за нами смотрит и знает, я даже не буду искать, честно говоря, потому что нет времени и как бы я не у себя дома, чтобы вот показать как он у нас ползал, ну если кому интересно, можешь просто посмотреть старые видео, а сейчас он реально стал ползать правильно руки, рука, нога, рука, нога, то есть перекрест, попу не садит на пол то есть как бы не как лягушка прыгает а именно правильная ходьба опорная, то есть как бы я с ним ходила, то есть как бы вот начало вы видели, как это, то есть прохождалось уже не один день, практически две недели, пусть не каждый день, но по возможности как бы я тоже стараюсь сильно не перегружать, все равно Ярославу очень все это сложно пока дается плюс от усталости вот пытаются где-то какие-то истерики какие-то ну в общем-то что-то как бы отлинять от этих тренировок то кушать хочет, то кушать не хочет потому что, например, он получается всего два раза в день поел это был завтрак и вот мы пришли, уже был ужин и то вот эта тарелка до сих пор еще половина тарелки больше осталась лежит он не осилил вот ну вот так вот, это как бы наши такие маленькие новости на сегодняшний день, посмотрим что будет завтра если будет возможность, я все-таки, наверное, буду начинать уже снимать тренировки тоже это очень интересно но, говорю, там просто за счет того, что нужно вторые руки и сейчас я их выполняю поэтому уже на телефон не остается но наше время остается неизменно это 9 часов утра поэтому сейчас уже, по-моему, 9 часов вечера ой, посмотри, где часы не охота уже 9 ага, без 10 9 уже надо сейчас тоже стараться Ярославу, чтобы отдохнуть и все, у нас посуды, у нас еще дел много ну, как бы все время, получается, мы уже уроками не занимались но надеюсь все-таки, что так как мы эту неделю уже последняя, получается, у Ярослава занятие в лучке надежды вот что со следующей недели я смогу уже еще более усиленно с ним начинать письмо математику, в общем-то, такую, да, уже самой конкретно смотреть на что как бы он занимался в лучике надежды но я не знаю, насколько там уровень что он там делал, как он выполнял потому что я объясню уже сколько раз говорила, в принципе, что он в лучке надежды с дефектологом то есть как бы по занятиям, вот этим школьным, все программы он занимается без меня поэтому я не могу оценить, что он отвечает что не отвечает, что реально знает, а что нет и как бы, да, поэтому мне надо будет самой сейчас опять подключаться и работать с языком бинт я уже тоже взяла так что буду сама уже его включать ну все, наверное сейчас покажу просто, как у нас ноги перебинтованы сейчас надо Ярославе снять эти бинты потому что очень жарко он встает это уже как бы, да, типа, в то же время Павел у нас зовет сейчас я вам покажу пока-пока, говоришь? до встречи до встречи не понимаю до встречи да ну вот видите, новые слова но я некоторые слова просто вообще не улавливаю до встречи до свидания сейчас я вам покажу яроспит ночью тоже также перебинтованные ноги но только вот без вот этого без носков сейчас идешь кушать опять вот с такими бинтами вот такая бинтовка она слегка натяжкой ночью я стараюсь уже без натяжки но все равно суставы пока я стараюсь сдержать и на ногах вот здесь вот на колени вот так вот ну на ночь я одеваю просто ему ночные штаны и сверху тутора чтобы ноги не все-таки кровоснабжение двигалось до встречи ну хорошо, мы пошли кушать йогурт будешь? вот это я раз тоже задание видите, сам вот он сам это все практически открывает сейчас я вам уже помогу но как бы Ярослав должен это тоже уже сам делать также он сам раздевается получается, что когда мы приходим Яра тоже сам раздевается он уже должен снимать шапку обязательно пытаться куртку расстегивать замки то есть все это Ярослав должен уже делать сам везде потом снимать бинты тутора расстегивать то есть как бы вот это уже такая задача которую сейчас Яра должен и делать сам ну это так вот наши маленькие новости не очень такое веселое конечно как бы ну не скажу чтобы грустно я просто да Яра я говорю да немножко вот натер ножку здесь немножко грустно сейчас не знаю видно, не видно вот без света видите, как натянул он и ползал видно здесь немножко натер и палец поэтому сейчас пускай ноги отдыхают перед сном а на ночь опять оденем чтобы было удобно спать потому что спит все равно в обуви мазь я уже деклофенак больше не мажу пока только колю витамины ему Ярославу ох сразу пальцы хоп веером и и все наверное что сейчас у нас ну и наши препараты омега-3 и все на такой ноте наш блог сегодня заканчивается начало нашей недели до свидания до встреч ну до встреч пока-пока скажи подписывайтесь на мой канал ставьте лайки так что не забывайте подписывайтесь на канал ставьте больше лайков пока-пока удастся стеклом жизни нету вовсе пополам надежды и печали на руках снег уже растаял выбей двери самообладания субтитры Продолжение следует...